Друзья, я вас приветствую! Сегодня к нам на тест попал просто крутейший ноутбук с топовой производительностью. Причем как для работы, так и для игр. Ну и собственно на его примере мы посмотрим на что способен один из топовых процессоров для ноутбуков на сегодняшний день. i9-11980HK. И в общем встречайте MSI GE7611UH. 11UH в названии как раз говорит нам, что тут используется актуальное 11 поколение процессоров. В остальном ноутбук придерживается канонов серии. Это большой и монолитный ноутбук весом 3 кг. Модель конечно 17 дюймовая. Собственно этот ноутбук не про портативность, а про мощность. Дизайн как по мне выглядит очень неплохо, но он уходит в больше в игровой стиль, чем в сдержанный и рабочий. В плане набора портов ноутбук не страдает. С левой стороны мы имеем Type-C 3.2 поколения 2. Полноценный USB 3.2 поколения 1. Разъем для гарнитуры и замок Кенгсингтона. На правой еще два полноценных USB 3.2 поколения 1 и кардридер. Ну а сзади есть порт для подключения блока питания. Полноценный HDMI. Ethernet. Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и мини дисплейпорт. Открывается ноутбук без проблем одной рукой. А открыв ноутбук мы видим стандартную картину. Особых фишек тут нет за исключением настраиваемой линии подсветки по всему переднему канту. И это можно сказать визитная карточка всей этой линейки. Клавиатура тут тоже очень хорошая. SteelSeries. Подсветка конечно настраивается. А вот тачпед тут максимально простой. Все-таки тут задумано использовать именно мышку. Также над экраном есть вебка. Качество простое, но зато Full HD. Что ж, а теперь поговорим об экране. Есть несколько вариантов экранов, с которыми может поставляться данный ноутбук. Отдельно отмечу два. Первый это 4K дисплей с хорошей цветопередачей и калибровкой. Также его игровая скорость 120 Гц. Собственно для создателей контента и работы с графикой это однозначно рекомендуемый вариант. А вот второй вариант это тот, что в нашем случае. Это всего лишь Full HD, но зато с максимальной скоростью 360 Гц. Собственно это именно идеальный игровой вариант. И сразу перейдем к железу именно нашей модели. Процессор Intel i9-11980HK. Собственно его можно дополнительно разгонять. Оперативная память 32 ГБ. Идут они двумя пластинками по 16 ГБ и они не распаяны на плате. Так что без проблем можно сделать апгрейд до 64 ГБ. Накопитель у нас SSD на 1 ТБ. Также есть варианты с двумя ТБ. Ну и также можно самим всегда добавить еще один M.2 накопитель и расширить хранилище. Благо слот для этого есть. Ну и видеокарта тут топовая 3080 с 16 ГБ видеопамяти на борту. Теперь что мы получаем на практике. В плане игр это топовое устройство. Ноутбуки с такими характеристиками уже были у меня на канале. Да и большинство топ-блогеров давно выпустили аналогичные тесты с связкой этого процессора и видеокарты. Это именно то железо, которое может позволить вам играть в разрешение 4К. Или же раскрыть потенциал монитора 360 Гц в Full HD. А вот пару тестов мощности процессора провести все-таки надо. Сразу хочу уточнить, что все тесты я делал на стоковой конфигурации. Прямо из коробки. Без какого-либо разгона. А разгон, кстати, тут делается крайне просто, благодаря фирменному ПО от MSI. И в данной конфигурации разгон может дать без проблем прирост процентов 15 мощности. Так что это нужно учесть. В Sinebench наш процессор получил 11240 баллов в многоядерном режиме и 1460 баллов на одно ядро. Результат отличный и в принципе вполне ожидаемый, исходя из таблицы талонных результатов. В Corona Render Benchmark рендер у нас занял 1 минуту 52 секунды. В целом я ожидал, что будет немного быстрее, но все равно результат отличный и для работы, и тяжелого рендера на процессоре ноутбук полностью подходит. А теперь немного о температурах и уровне шума. И тут у нас, так сказать, золотая середина. Рекордов он не бьет, но и в грязь лицом не падает. При турбо режиме вертушек у нас получается 55 дБ. Это шумновато и по этой причине я использую только стандартный сбалансированный режим. Тут выходит 45 дБ под полной нагрузкой и это вполне жизнеспособно. Ну и в таком режиме температура у нас держится 85-90 градусов при постоянной полной нагрузке. На первый взгляд может показаться многовато, но учитывая уровень железа нашего ноутбука, то это я могу сказать стандарт. И завышенными температурой назвать не могу. Подводя итоги, мы имеем крутейший ноутбук для работы и игр. Он не стремится быть компактным, он стремится к максимальной скорости и мощности. Тут топовое железо и, как по мне, хороший внешний вид. Качество сборки довольно монолитное и вызывает доверие. Ну и благодаря мощнейшему процессору и видеокарте, такого ноутбука должно хватить на долгое время. Цена у него, конечно, высокая, и за эту стоимость можно собрать хороший стационарный ПК. Но как у ноутбука, тут ценник полностью оправдан, так что могу смело его рекомендовать. Что же, на этом видео, думаю, можно подводить к концу. Если у вас будут вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, а я постараюсь вам ответить. И как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео и до новых встреч. До встречи.